Больше никаких долгих и скучных ожиданий приема. В этой новой, только введенной в эксплуатацию поликлиники, предусмотрено все. И удобная маршрутизация, и комфортное времяпровождение в очереди. Пока родители изучают весь функционал и разнообразие специалистов, дети смотрят мультики. Мы, во-первых, прошли по всему коридору, везде все посмотрели. Мы посмотрели фонтан, очень надолго залипли на нем. И посмотрели мультики, так что ожидания прошло быстро. Даже несмотря на то, что мы сегодня пришли без записи, но максимум мы прождали минут 20. Врач быстро работает, все здорово. На 15 тысячах квадратов разместили бассейны для совсем маленьких и для детей постарше. Кабинеты стоматолога, педиатров, залы ЛФК, солевая комната. Здесь можно получить полный комплекс медицинских услуг. Есть еще шероховатости. Мы еще их доработаем по лабораторному отделению, по комплектации отделения, восстановительного лечения. Но в целом лечебное учреждение готово. Население в Новоленина постоянно растет. По последним данным, за прошлый год в микрорайоне родилось более 5000 детей, поэтому новое здание было необходимо. Ранее детская поликлиника размещалась в приспособленном помещении. Сегодня вы сами видите, какую красоту. Переехали доктора, какая красота открылась. Поликлиника на 350 посещений с необходимым оборудованием, включая не только рентгенческое, но и компьютерную томографию. А самое главное – наличие врачей, узких специалистов, педиатров. Это очень важно. Но никакого открытия могло не случиться, если бы не твердая и принципиальная позиция губернатора Игоря Кобзева. Ведь предполагалось, что поликлинику построят еще в 2015 году. Однако сороки затянули. За годами росла стоимость проекта. Были опасения, что стройку заморозят. Но глава региона поставил задачу возвести здание. И не принимал никаких отговорок. Активно работать на площадке начали в прошлом году. И уже сегодня есть результат. Такими семимильными шагами, проходя вот эти развилки и достигая результата, это очень важно для всех. Но главное – это для жителей. Все-таки 32 тысячи пациентов сегодня могут уйти из тех условий, которых я видел, где находится ранее была поликлиника. Ну, там тысяча квадратов, там жилой дом. Ну, точно нет качества такого обслуживания. И здесь возможности уже другие. Сейчас у родителей есть возможность пользоваться облачной поликлиникой, у врачей сопровождать маленьких пациентов в режиме онлайн. Узнать впечатления от местных жителей, как говорится из первых уст, губернатор решил сам. И пообщался с посетителями во время осмотра здания. Знаете, это небо и земля. Мы так рады, просто безумно, что теперь у нас хоть есть коридоры нормальные, где можно и пройти, и сесть, и подождать. Поговорили. Там было невозможно пустить. Ну и оборудование, наверное, другое. Ну, конечно, конечно. Мы еще только первый день узнаем. Важно, конечно, сохранять и набирать медицинский персонал. Особенную нехватку специалистов ощущают в первичном звене. В Иркутске для поддержки молодых специалистов, которые остаются работать в городских учреждениях, выплачивают подъемные. В Иркутске продолжает работать программа по поддержке медиков. У нас все медицинские работники могут получить одновременную выплату, так называемую подъемную, около 100 тысяч рублей. И с 2016 года по 22-й более почти 900 человек воспользуются этой услугой. Стоит отметить, что администрация также компенсирует затраты на аренду жилья медработникам, чтобы больше специалистов оставались в Иркутске. Мадина Халикова, Иван Прокудин. Новости сейчас.